Социальные пенсии россиян Увеличены пенсии военнослужащих Также вырастут пенсии участников Великой Отечественной войны Пенсии граждан, награждённых знаком жителю блокадного Ленинграда Пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф И пенсии граждан из числа работников лётно-испытательного состава Расходы на индексацию с 1 апреля 2015 года составят более 3 миллиардов рублей в месяц Или 28,5 миллиардов рублей до конца 2015 года Дети – цветы жизни не только для родителей Большую поддержку подрастающему поколению оказывают и власти, как федеральные, так и региональные В нашем округе помощь оказывают многодетным семьям Детям-инвалидам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам Одного собрать в школу и на тренировку, с другими поиграть и покормить Так начинается каждый день многодетной мамы Светланы Медниковой О том, что она станет хранительницей очага большой семьи, Светлана никогда и подумать не могла Появление второго ребёнка они с мужем ждали 12 лет И вот в 2013 году чудо свершилось На свет появились двойняшки – Тимур и Лейсан Почти сразу после рождения семья Медниковых получила сертификаты на материнский капитал И компенсацию при рождении третьего ребёнка 50 тысяч рублей пошли на покупку самого необходимого для новорождённых Через месяц после появления малышей Медниковы получили и земельный участок Весомая такая помощь – это строительство дома Нам дали субсидию, и очень строительство нам помогло Нам даже пришлось взять чуть-чуть в банке, чтобы достроить дом Большую часть надо было государство, как многодетным Сейчас семья из пяти человек ютится в двушки на 40 квадратных метрах Дом полностью готов для заселения Но к участку пока не подведён ни газ, ни электричество Новый дом у нас 150 квадратов, где-то так, ну чуть больше Там у каждого своя комната будет, большая кухня, зал, прихожая большая для большой семьи Где, чтобы мы раздевались, не мешали друг другу, не ругались, как здесь Материнские капиталы семья направит на погашение кредита и на покупку самого необходимого в новый дом А пока полуторагодовалому Тимуру и Лейсан вполне хватает места для игр и в маленькой двушке Тем более с ними всегда рядом лучший друг и старший брат Данил Он же главный мамин помощник Когда маме надо уйти куда-нибудь, в город поехать, я остаюсь с ними, нянчусь, помогаю ей По словам Светланы, если бы не помощь родных и властей, растить троих детей пришлось бы намного тяжелее В среднем в месяц семья Медниковых получает от 30 до 40 тысяч социальных выплат Также ежегодно на школьников и студентов средних учебных заведений выплачивается по 15 тысяч рублей Для покупки необходимых в учебе принадлежностей, а также одежды и обуви Оплачивает регион и часть коммунальных платежей большой семьи Поддержку округ оказывает не только многодетным Хорошую социальную помощь получают семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации С прошлого года региональные власти стали оказывать поддержку и одаренным детям Под программой, государственной программой социальной поддержкой граждан предусматривает поддержку, скажем так, детей, которые добились чего-то, каких-то успехов То есть семьи, где воспитываются дети в нормальной обстановке, то есть у них может быть все хорошо с достатком Они являются призерами каких-то Олимпиад и вот таких детей мы тоже с прошлого года решили, что будем поддерживать Более того, для решения этого вопроса было непосредственно указание президента Российской Федерации Дети, которые добились успеха в спорте, искусстве или учёбе раз в два года вместе с путёвкой в детский лагерь Получают возможность и бесплатно доехать до места отдыха Дорогу школьникам оплачивает регион За окружной счёт могут отдохнуть и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации А также и семьи по путёвкам мать и дитя Где в этом году смогут отдохнуть и поправить здоровье маленькие жители региона? Об этом нам расскажет гость программы «Социнфо» Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергей Свиридов Сергей Анатольевич, здравствуйте День добрый Хотелось бы отметить, что в этом году мы также традиционно будем реализовывать три направления Это отдых по путёвкам мать и дитя, отдых отличников, то есть дети, которые добились успехов в учёбе, в искусстве, в спорте И дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации Вот два последних направления, это будет организованный отдых, когда мы детишек вывозим сопровождающими Необходимо обратить внимание, в рамках исполнения поручения губернатора У нас сегодня уже состоялись торги по всем направлениям По приобретению путёвок мать и дитя Также традиционно три направления Это Кавказские минеральные воды, Черноморское побережье и Средняя полоса То есть это и Сентуки, Анапа и Киров А какие заболевания, по каким заболеваниям, вернее, детишки смогут подлечиться? Заболевания мы учитывали в рамках тех справок, которые предоставляли родители, когда писали к нам заявление Вот хотелось бы отметить, что заболевания, они также остались у наших детей традиционно, как были в прошлых годах Самое большое, конечно, это заболевания дыхательных путей То есть это дети, которых мы будем вывозить на море Также кишечно-живодочного тракта То есть, в принципе, всё то же, что было в предыдущие годы А кто может ехать и сопровождать ребёнка на отдых? Вот в данном случае законом предусмотрено, что ребёнка сопровождает его законный представитель Законным представителем у нас сегодня по семейному законодательству является папа, либо мама ребёнка Все остальные могут сопровождать ребёнка Вот, как сегодня возникают вопросы бабушка, дедушка, либо дядя, тётя Это в том случае, если законодательно оформили документы по опеке, попечительству на этих лиц А вот в этом году, знаю, что достаточно немного путёвок Кто имеет первоочередное право на получение их? Ну, во-первых, хотелось бы отметить, почему вот такая ситуация сложилась в этом году Количество заявлений, которые были поданы по сравнению с предыдущим годом, их в полтора раза больше, чем в 2014 И, учитывая ещё один фактор, это рост стоимости путёвки, которую мы приобретали в этом году Если брать среднюю стоимость прошлого года, то есть по всем проведённым торгам у нас составляло 43 тысячи То в этом году на чуть больше 52 тысячи Соответственно, учитывая вот эти критерии, мы не смогли в полной мере обеспечить ставших на учёт путёвками в полном объёме Сегодня нам нужно приобрести чуть больше 2 тысяч путёвок Это с учётом того, что дети поедут с родителями, законными представителями Приобретено на Черноморском побережье 800 путёвок Средняя полоса Киров — это 121 путёвка И Кавказские минеральные воды — 247 путёвок А в прошлом году, знаю, что была введена компенсация Что родители могли взять компенсацию за отдых Тут также это направление осталось, также можно воспользоваться компенсацией У меня огромная просьба, кто ещё этим направлением не пользовался Чтобы потом по возвращению не было проблем при сдаче документов В отделении станции защиты населения на соприке на 9Б можно получить памятку То есть в памятке прописано, какие документы необходимо привезти с санатория То есть также можно самостоятельно выехать, выбрать любой санаторий на территорию Российской Федерации Единственное, чтобы то заболевание, которое будет отражено в справке, санаторий эти услуги оказывал И в лицензии, которая есть в санатории, было отражено именно лечение по этому заболеванию Вот вы сказали, что не всем смогут, к сожалению, в этом году выехать Когда люди, стоящие в очереди на этот год, смогут воспользоваться льготой? Учитывая, что мы всю очередь из тех средств, этих путёвок, которые мы приобрели, не обеспечим Соответственно, люди, которые были поставлены на учёт, в следующем году мы их перенесём То есть в следующем году мы начнём формирование очереди с переноса тех, которые в этом году не воспользуются То есть переживать здесь не стоит, мы в следующий год перенесём всех, кто в этом году встал на учёт Я извиняюсь, я не ответил на вопрос по поводу того, что первоочередное право также предусмотрено законом Данное право могут воспользоваться многодетные семьи и семьи, где на воспитании находится ребёнок-инвалид Ну давайте перенесёмся теперь немножко к другой теме, тоже к отдыху детей, но уже организованному Где в этом году будут отдыхать наши школьники? Учитывая, тоже можно сказать традиционно, потому что в прошлом году также они выезжали в Крым В этом году мы целенаправленно торговали по приобретению путёвок в Крыму Как вот я изначально хочу отметить, что путёвки для детей, которые будут отдыхать от личники Это приобретенные путёвки в санаторий в детском оздоровительном лагере, который называется «Мультфильм» Он находится в Бахчихарарском районе, это не доезжая по пути до Евпатории А дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, они выйдут в Евпаторию Но в этом году мы контракт заключаем с другим детским оздоровительным лагерем, Тиму Рейц А кто считает, какие дети попадают под категорию находящихся в трудной жизненной ситуации? В трудной жизненной ситуации, конечно, в первую очередь мы будем учитывать по доходам в семье Один из основных документов, который предоставляют граждане, которые подают заявление о доходе И справку о составе семьи, то есть в первую очередь мы будем доход учитывать Хотелось бы отметить, что в настоящий момент у нас идет как раз заявочная кампания Мы принимаем заявление до 31 марта Соответственно, просьба огромная, все, кто подпадает под критерии, да, то есть подать заявление Заявление принимается на сопрыге на 9Б Но определены лагеря уже, когда дети начнут выезжать на отдых? Первый заезд будет в конце мая А сколько их всего будет? То есть по путевкам мать и дитя отдых, он круглогодичный, то есть у нас выезжают и весной, и осенью, и летом, и зимой Организованного отдыха у нас традиционно летом То есть сейчас в рамках заключаемых контрактов это будет конец мая, то есть последнее число мая А один будет заезд? Один заезд будет по отличникам и три заезда будет по трудной жизненной ситуации А вот по трудной жизненной ситуации, вот когда будут остальные заезды? Вот у нас предусмотрено подписание контракта 17 марта, то есть после этой даты будет точно уже известно периоды заездов Мы эту информацию дополнительно доведем до жителей низкоавтономного округа Ну хорошо, спасибо большое Напомню, в гостях программы «Социнфо» был первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Сергей Сверидов В отделении социальной защиты населения продолжается приём заявлений на предоставление бесплатных путёвок и оплаты проезда для детей от 7 до 16 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации В этом году 300 окружных школьников будут отдыхать в детском лагере «Тимуровец» в Крыму Путёвки за счёт средств окружного бюджета и оплата проезда предоставляются раз в два года К заявлению необходимо приложить следующие документы Копию и оригинал свидетельства о рождении Если ребёнку уже исполнилось 14 лет, тогда нужно предъявить паспорт Справку о составе семьи Документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления А также документ, подтверждающий статус лиц, заменяющих родителей Удостоверение назначения опекуном, договор о приёмной семье Приём документов проводится до 31 марта В отделении социальной защиты населения по адресу Город Нарьенмар, улица Сопрыгина, дом 9Б, кабинет номер 2 Более подробную информацию можно получить по телефону 497-48 Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приёме народных избранников Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ненецком округе, информирует о датах личного приёма депутатов 10 марта вас ждёт Виталий Кожевин, депутат городского совета 11 марта приём проводит Александр Лутовинов, депутат окружного собрания депутатов 12 марта Галина Дуркина, депутат совета Заполярного района Приём проходит с 14 до 17 часов по адресу Улица Смедовича, дом 20А Здание культурно-делового центра Арктика Вход с площади Марацей Окружные студенты-отличники, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования могут претендовать на специальную стипендию Отличники вузов получат от округа 6750 рублей Средних учебных заведений – 5040 рублей Стипендия выплачивается единовременно по итогам учебного семестра На социальную поддержку могут рассчитывать студенты учебных заведений округа и других регионов России в возрасте до 23 лет Документы на получение денежного поощрения принимаются в отделении социальной защиты населения до 31 марта Более подробную информацию можно получить по телефону 497-48 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова